МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Недавно состоялась презентация FIFA 09 для игроков Москвы. Новая мышь – это беспроводной вариант хорошо известной эргономичной мышки. А также мы ждем вас в школе виртуального спорта. Сегодня мы научимся пользоваться наемниками из лагеря в игре Warcraft TFT. И, конечно, самое интересное – вам предстоит увидеть игру в дисциплине Warcraft TFT между командами PGSPS и IES. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Недавно закончилась лига Q3 Киберплей Open Cup. В дисциплине 1 на 1 два месяца шли игры. Они получились очень интересные, было много захватывающих матчей. Лига проводилась в три этапа. В отборочном этапе выявлялись 16 лучших. Они проходили дальше в групповую стадию. Там они в произвольном порядке сеялись по группам. Из каждой группы выходило два участника в финальный этап. В итоге после двух месяцев определились победители лиги – Ламс Анопич, Раш 3D Маковелли и Ламс Куэшн. Пришло время анонса осеннего турнира серии DreamHack. DreamHack Arctic 2 намечен на 26-28 сентября в шведском городе Скелефтея. И будет проходить по схожей системе с первым турниром DreamHack Arctic. Вновь 32 команды на первой стадии турнира, 4 из которых в итоге выйдут в финальный этап. Там их уже будут ждать инвайт-команды. Организаторы намерены дать вип-пропуск 4 европейским грандам. И вряд ли стоит сомневаться, что в этом числе будут шведские гиганты SK и Fnatic. Вслед за уходом российского тинейджера Happy, Маус Спортс сегодня подтвердили, что их команда будет отсутствовать на надвигающемся сезоне WC3L. В официальном пресс-релизе на немецком языке на сайте команды говорится, что решение не принимать участие в WC3L далось им очень нелегко. Но все же является правильным решением. Все еще остается неясная судьба других трех игроков. Fly 100%, Hasu Ops и Yumiko. Они пока остаются в команде. Недавно состоялась презентация FIFA 09 для игроков Москвы. Героем дня являлся продюсер FIFA 09 PC Пол Хосок, задачей которого было наиболее подробно рассказать и наглядно показать изменения и улучшения по сравнению с FIFA 08. Игроки опробовали бета-версию DEMO FIFA 09 для PC. В данный момент EA собирает мнения игроков, производит запись Motion Cup со звездами европейского футбола и вносят небольшие коррективы в плейлист игры. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы научимся пользоваться наемниками из лагеря в игре Warcraft TFT. Наемники — юниты, которые покупаются на некоторых картах в специальных местах. Несмотря на их относительную дороговизну, преимущество использования наемников налицо. Воины из лагеря появляются мгновенно, резко увеличивая тем самым численность вашей армии. Поэтому, если вы достигли некоего экономического преимущества и хотите быстро задавить противника за счет большей армии или желаете пропушить строящийся экспант врага, наемники — ваш выбор. Не все наемники появляются в лагере в одно и то же время. Самыми первыми приходят на биржу труда тролли-жрецы. Их можно купить уже в 15.31 дня. То есть, как правило, при раннем гриппинге этой точки. Стоит жрец 195 единиц золота и 10 единиц леса. Занимает всего два лимита. Юнит очень слабый в плане здоровья — всего 240 жизней. Зато маны хоть отбавляй целых 200 единиц. Маны это может расходоваться троллем для двух целей — подлечивать своих юнитов. За пять маны вы сможете восстановить целых 12 единиц хитов. К примеру, для андеда это единственный источник лечения на тир-1. Кроме того, за 75 маны жрец рассеет любые заклинания и также вынесет 300 единиц урона любому, кто вызван на поле боя с помощью магии. Вкупе с неплохим персовым уроном от 17 до 24. Наемник становится прекрасным помощником вашей армии на начальных этапах игры. О других обитателях лагеря наемников мы расскажем в следующих вымусках. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Новая клавиатура, которая может разъединяться на две модульные части. И, конечно, самое интересное. Вам предстоит увидеть игру в дисциплине Warcraft TFT между командами PGSPS и IES. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания BTC представила антибактериальный набор. В него входят клавиатура и мышь. В пластик, из которого они изготовлены, внесены добавки, наделяющие его бактерицидными свойствами. Что, кстати, более надежно, чем простое покрытие специальными материалами, поскольку последнему свойственно истираться. А тут все полезные свойства сохраняются по всему объему. Других особенностей у набора практически нет. Клавиатура и мышь имеют классический вид. Проводная мышка Trust MI6200, большая, с явно приподнятой спинкой, под большой палец рассчитано углубление на левом боку. Над ним две дополнительные кнопки, сделанные в виде качалки. Боковые поверхности и основные кнопки из черного резинистого пластика. А вот спинка глянцевая, серебристо-серая. Впрочем, контакт ладони с ней не очень плотный, и к руке она не липнет. Между основных кнопок вставка из серебристого пластика. В ней колесико резиновое, без насечек. Клавиатура Kinezis Solo из линейки Freestyle. И без того считается эргономичной, благодаря своей способности разъединяться на две модульные части. Но производитель на этом не останавливается, и продолжает выпускать аксессуары, призванные сделать ее еще более удобной для пользователей. Extent Multi-Tent позволяет расположить и закрепить секции клавиатуры самым удобным образом, под нужным углом и на нужном расстоянии. Мышь Genius Ergo R800 – это беспроводной вариант эргономичной мышки 525. Для своей ценовой ниши – хорошее сочетание цены и качества. Отлично реализовано питание, заряда хватает на длительное время. Вполне подойдет как для домашнего использования, так и для работы без серьезных требований к техническим данным. Эта мышь подойдет только для игроков в стратегии. Для игры в различные шутеры у мышки слишком медленный отклик, что может сказаться на качестве игры. Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта! Сегодня вам предстоит увидеть игру в дисциплине Warcraft TFT. Мы будем наблюдать дуэль английского прогеймера Хумана Бенджамина Демуслимбейкера, представляющего клан ПГСПС, и российского андеда Вадима Креста Ерохова, который защищает цвета ИЕС. Оба игрока обладают прекрасным микро- и макроконтролем, чувством игры и отлично знают особенности своих рас, что предвещает нам интересную борьбу. К тому же, к моменту начала этой игры, на карте Тартл-Рок, а попросту Черепашьих Скалых, счет в матче после дуэли четырех пар Варкрафтеров стал 2-2. В очном же поединке до двух побед между нашими гладиаторами результат пока 1-1. Поэтому предстоящий бой Андеда и Хумана решит исход всего клан Вара и судьбу путевки в 14-й сезон. Игроки появляются на соседних респаунах в 10 и 11 часах, что еще более усугубляет положение Хумана, ведь Андеду теперь гораздо проще мешать Альянсу Крипица. Де Муслим выбирает первым героем дефаутного Архимага, дальнейшим просто АМ. Крест же, в свою очередь, берет не менее стандартного Дед Кнайта или просто ДК. Видим, что Андед, купив в магазине посох скелетов, вовремя приходит к Хуману и успевает отобрать опыт, добив Кайлом маленькую черепашку. Однако англичанин не теряется и, отбежав немного своим героем, набирает с Мэйна новую порцию милиционеров и направляется для Крипинга оранжевой точки. Странно, ведь срывая так часто рабов с леса, Хуман не сможет быстро проапгрейдить главное здание. Что же задумал Де Муслим? Россиянин не оставляет британца в покое. Параллельно Крипя свою зеленую точку гулями, он продолжает мешать Де Муслиму, бегая ДК неподалеку и выжидая момента, когда можно будет добить Кайлом монстра. Но Хуман не промах, он делит свою армию на две части. Фултмены сражаются с Крипами, а ЕМ же со свежими милиционерами нападают на ДК, отнимая у того приличную порцию здоровья. ДК пытается отстреливаться Койлами и практически убивает Архимага, но и сам вынужден телепортироваться на главную базу. Возможно, одна из самых главных ошибок Криста. Россиянин отпускает англичанина в свободный Криппинг, предпочитая сам заниматься тем же. К тому же Хуман делает поздние грейт-главки, имея на руках подозрительно большое количество рабов. Да еще в сторону Красной точки, которую только что зачистил Альянс, направляется милиционер. Неужели Экспанд? Нет, это второй магазин. Вот она задумка Де Муслима. Хуман собирается застраивать врага на втором тире, закупив башни сразу из двух шопов. Самое обидное для Криста то, что он пробегает мимо в нескольких метрах, не замечая коварного подвоха со стороны противника в надежде догнать Архимага. К тому же Андет нажимает Тигр-3, ставя бойню. Он совсем не готов к застройке, ему бы сейчас заказать пауков, которые отлично справляются с башнями. Да и для катапульт тир-3 не нужен. Время сейчас работает на англичане. Итак, Хуман заказал вторым героем фаерлорда и также закупил его башнями во втором магазине. Задумка байтанца проста и эффективна. Оба героя обладают способностью вызывать элементалей, которые прекрасно справляются с гулями. Кроме того, элемы фаерлорда обладают возможностью множиться, сделав определенное количество выстрелов. Единственный контракт этому у Андеда – дестройеры, которые появятся у Криста только после тир-3. Но не дать дожить нежити до последнего грейда – главки главная задача Хумана по этой стратегии. Крест спохватывается и отменяет тир-3, заказывая первых финдов, но уже слишком поздно. Стена из милиции, футменов и элементалей не дает малохитрым гулям подобраться к башням. И как только они достроятся, к кресту можно выходить. Это он и сделает спустя несколько минут. Таким образом, благодаря свекалке и оригинальной стратегии де-муслима, в 14-м сезоне Лиги ВЦ-3Л мы увидим коллектив ПГС-ПС. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самые интересные – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова